План на сегодня такой. Сначала я расскажу о том, что такое вот те слова, которые там написаны в заглавии. То есть мы дадим формальное определение такого понятия как differential privacy и формальное определение того, что такое полуслучайные источники. Я не верю, что это правильная русская терминология, но вроде бы так их обычно называют в русской литературе полуслучайные источники. Дальше мы установим связь между этими двумя понятиями и рассмотрим, как эта связь помогает доказывать нижние оценки на точность алгоритмов, которые представляют гарантии differential privacy. Дальше пока может быть ничего не понятно, поэтому давайте перейдем непосредственно к определению. Значит, первое, значит, нам нужно разобраться с таким словом privacy. Дело в том, что у слова privacy нет аналога в русском языке. И это проблема. То есть privacy, как перевести, это что-то типа частная информация, личная информация. Но точного перевода нет. Если вы зайдете на Википедию, там так и написано. Значит, у слова privacy нет точного аналога в русском языке. Да, поэтому я буду говорить privacy и differential privacy. И здесь я ничего не могу сделать в плане перевода. Да, значит, также довольно важно понимать, почему вообще этим интересуются. Потому что может все дальнейшее казаться довольно неестественным, если заранее не убедиться в том, что это вообще все важно. Дело в том, что вот эта вся наука про privacy и differential privacy началась в Америке. В Америке довольно такое особенное отношение к понятию privacy. Если в Америке человеку сказать, что его privacy нарушена, он очень сильно расстроится, грубо говоря. А, например, в России это все как-то довольно неоднородно. Кто-то расстроится, кто-то вообще не расстроится. А в среднем, может быть, вообще. Средний человек вообще не расстроится от того, что privacy нарушена. Да, то есть довольно важно понимать, что в Америке отношение к понятию privacy очень такое трепетное. Да, и чтобы это продемонстрировать, подготовил небольшой видеофрагмент. Так, значит, сейчас. Да, я не уверен, что будет слышно что-нибудь, но там даже, значит, сама картинка довольно показана. Сейчас, значит, вернем к вам. Так. Это Марк Суперберг. Да, в общем, это был более-менее весь фрагмент, который я хотел показать. Значит, это Марк Суперберг, который основатель Facebook. И он, значит, попал на интервью с женщиной, которая занимается privacy. И она его, значит, задает ему откровенный вопрос. Дима, а как вообще у Facebook с privacy? И вы видите, как он себя везет. Он страшно нервничает. Теревит. В общем, ему очень нелегко приходится. И я думаю, если Павла Дурова спросить, как вообще там его в ВКонтакте справиться, может быть, его реакция будет совсем другой. Я не знаю. Да. Значит... Да, ну это значит важность с такой практической жизненной точки зрения. А с теоретической точки зрения про privacy, грубо говоря, ничего не было изучено и понятно до относительно недавнего времени. Потому что не было четкого хотя бы какого-то теоретического определения, с которым можно было бы работать. Говорить, что вот там в таком-то случае privacy человека сохранена, а в таком-то нет. И четыре года назад такое определение, наконец-то, было дано. И после этого произошел такой взрыв. Огромное количество работ появилось, которые использовали это определение и смогли что-то сделать и доказать про сохранение privacy в каких-то условиях. В частности, на очень престижной конференции по теории Foundations of Computer Science этого года была целая секция, посвященная статьям на тему differential privacy. Было целых четыре статьи. Значит, одна из них называется The Limits of Two-Party Differential Privacy. И по одному из результатов этой статьи и построен сегодняшний доклад. Да, четыре, значит, статьи на конференции Fox – это очень много. То есть там одна из двух крупнейших конференций по теории. Там принимают, не знаю, 70 примерно статей. Из них четыре все про differential privacy. Да, собственно говоря, вопрос, который был до недавнего времени, как вообще хотя бы что-то точно определить про понятие правильность. Окей. Ну вот, собственно говоря, определение того, что мы понимаем под… Да, это вспомогательное определение, значит, обозначение для расстояния Хемминга и обозначение, что такое механизм. Механизм вы можете понимать просто как вероятностный алгоритм. То есть здесь написано, что это семейство вероятностных распределений μx, приматризованное каким-то хом. Можно считать, что х – это вход алгоритма μ, а это семейство, оно вычислимо, ну и задается каким-то алгоритмом, который его вычисляет. Алгоритм выдаёт нам вещественное число. То есть мы даём алгоритму вход, он выдаёт нам вещественное число. Значит, определение differential privacy. Мы рассматриваем механизмы, то есть алгоритмы, которые берут на вход какую-то большую базу данных. Вот наш х – это большая база данных. И выдают по ней одну агрегированную статистику в виде вещественного числа. И мы говорим, что механизм удовлетворяет определению epsilon differential privacy, если для двух баз данных, которые отличаются только на одном элементе, то есть расстояние хевинга между ними единичка, и для любого события s, которое здесь названо измеримым подможеством, но это просто событие, выполняется следующее неравенство, что вероятности события отвечаются не больше, чем в е в степени epsilon раз. В случае, если мы даём алгоритму на вход базу х, или мы даём ему на вход базу у. То есть, грубо говоря, в чём мотивация такого определения? Пусть перед вами состоит выбор, отдавать информацию о себе в какую-то базу данных или нет. И вы волнуетесь на тему того, сохранится ли ваша личная информация после этого. Вот это определение говорит, что если над базой данных производятся только алгоритмы, которые удовлетворяют этому определению, то вы можете не беспокоиться. Потому что если вы отдадите свою информацию, то поскольку база данных поменяется только на одном элементе, то никакой алгоритм, который удовлетворяет определению epsilon differential privacy, вашу privacy не нарушит. Потому что, ну, сильно не нарушит, потому что вероятность... Так. Что? Заслый нажмите. Заслый. Плохо. Ну, хорошо. Сейчас. Так. Да, пример... Ну, простой пример здесь такой, значит. Прошу прощения. Я понимаю, что интересны случаи, когда epsilon близко к нулю. Да, совершенно верно. Чаще всего интересны случаи, когда epsilon близко к нулю. Если epsilon здесь близко к нулю, то экспоненту можно приближенно представить как 1 плюс epsilon. Да, вы представляете, экспонент может здесь казаться довольно странной вещью. Казалось бы, 1 плюс epsilon выглядел бы гораздо более естественно. Но на самом деле при маленьких epsilon это одно и то же, а в целом с экспонентой, как оказалось, приятнее работать. Да, это хороший вопрос. Да, значит, мотивация для этого примерно такая, что типа пусть мы с вами решили вычислить среднюю зарплату людей в этой комнате. Это наш механизм. Чем такой механизм плох? Он детерминированно вычисляет среднюю зарплату людей в этой комнате. Ну, если наши зарплаты примерно одинаковые, то все в порядке. А вот если в эту комнату зашел Билл Гейтс, да, то, значит, и мы посчитали среднюю зарплату, а потом Билл Гейтс вышел. И мы снова посчитали среднюю зарплату. То privacy Билла Гейтса в такой ситуации нарушена, потому что как бы можно вычислить довольно несложно, когда он был в комнате, а когда его не было. Вот это определение пытается ухватить ровно такой факт, что как бы вы от других людей не отличались, вы можете смело, значит, отдавать информацию о себе в базу данных, потому что если она гарантирует, что она будет выдавать только результат, удовлетворяющий определение описанной differential privacy, то, в общем, про вас более-менее ничего нельзя узнать. Еще вопрос, понимание. Вот differential privacy определяется применителем для конкретного механизма или для того механизма? Да. То есть мы говорим про механизм, что он, значит, дает гарантию differential privacy. А, вот, все, понятно. То есть differential privacy – это свойство механизма. Да, differential privacy – свойство механизма. Ну, написано. Да. Я извиняюсь, что у меня слайды на английском, к сожалению, я не успеваю перевести. Да. Можно еще вопрос? Да, если есть вопросы, задавайте прямо сейчас, потому что это главное определение. Да, вероятность берется по случайными битами механизма mu. Ну, если это алгоритм. Ну, mu у нас – это вероятностный алгоритм. Окей? Так, сейчас. Да, здесь может быть проще, если вы будете думать про s, не про measurable subset, непроизмеримое подмножество, а просто про какой-то конкретный результат работы алгоритма. Сейчас. Ну, я правильно понимаю, что mu работает строки в битах в сейчасное число? Нет. Он работает на каком-то наборе случайных бит. То есть вот строка выдает себе конкретное распределение x, а s – это потом случайные биты, которые… Ну, биты, которые я ему отдал, получил результат. Правильно? То есть в примере с Миллом Гейтсом x и y, они котируют множество людей, которые мы берем. x и y – это базы данных, да, которые соседние в том смысле, что они отличаются в одном элементе. Да, да, да. Ну, по сути, мы можем сказать, что здесь единичка мы взяли, а там не единичка мы не взяли, а там не единичка мы не взяли. Да. Расстояние f и мега 1, а s – это случайные биты, которые мы отдаем алгоритмам, чтобы он сработал. Нет, s – это… Хорошо, вот здесь про s можете думать, как просто про какой-то… Пускай s – это будет просто число. Но s можно считать, что это свойство результата. Давайте я перепишу это, может быть, в несколько более привычном виде. Попробуем в том примере про Билла Гейтс. Да, вероятность того, что… Значит, пускай у меня будет мю от x равно s. Да, пускай у меня s будет не под множество, а какое-то конкретное число. Так стало понятно? Сейчас вероятность того, что мой алгоритм на входе x выдаст s меньше либо равна, чем e в степени epsilon. То есть, с точки… s – это, в примере с Биллом Гейтсом, средняя зарплата. Вероятность того, что значит наш алгоритм, который считает среднюю зарплату на базе данных без Билла Гейтса выдаст s, она ограничена сверху вероятностью того, что он выдаст s на… Ну, и это неравенство можно применить в обратную сторону, получить оценку e в степени минус epsilon, если поменять x и y местами. Ну, когда я… тут я говорю про вероятность распределения, а тут я говорю про алгоритмы, поэтому у меня mu стал алгоритм, который применяет на вход x. Да, значит, здесь единственное отличие, что s – это множество какое-то. Ну, вы можете взять поэлементно, если сложить по всем и получите то, что написано там, там зачем-то написано более общее определение. Так проще понимать, наверное. А вот прозвучало, что вероятность по алгоритмам в каком смысле? В самом прямом он принимает на вход случайный бит. Так, сейчас это вы говорили вместе, я не понял, у меня довольно другом написано. Вероятность. Да, вероятность берется по случайным битам алгоритмами. Здесь и здесь. По сути, одна функция распределения меньше другой функции распределения в любой точке, на самом деле. Она находится в каком-то интервале. Ну, да. То есть, если нарисовать функцию распределения, то они вот так вот рядочком поймут друг с другом. Здорово. Так. Окей, да, значит, вопрос. То есть, по сути, на какое бы диапазонозначение мы не посмотрели, для баз, отличающихся на одном элементе, одним элементом, разница будет не слишком заменна? Да. Значит. А, то есть, среднее значение, посчитать дизель. Все, сейчас выясним. Значит, вопрос. Как дать гарантии differential privacy, для следующей функции. Функция берет и складывает иксы, где иксы, ты в каком-то диапазоне. Допустим, от нуля до единицы. Вещественное число. Ну, это не среднее, это сумма. В общем, не важно. Ага, ну, то есть, по сути, пример, с Биллом Гейтсом только у всех зарплата либо ноль приходит. Нет, 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 тут вещественное число. А, ну, все, окей. Ну, между нулем и дизелью. Делать не из-за... Окей, хочешь, чтобы ты же хотя бы high-level идею, что делать? У нас алгоритм, напоминаю, будет вероятностный. Он будет... Да, значит, дезерминированный алгоритм не пойдет, потому что если хотя бы на каких-то двух соседних элементах алгоритм выдает разные значения, то понятно, что определение на дифференцированную правильность не удовлетворится. А что мы хотим от алгоритма? Мы хотим посчитать все-таки ответы, тогда очевидно, что никак. Если мы хотим посчитать ответы какой-то вероятности, это будет другой вопрос. Да. Вероятности, конечно. Конечно. Точно ответ мы не можем посчитать. Мы не можем детерминированно выдать ответ. Значит, что мы будем делать? Можно, например, выбрать случайного человека и выгравировать вообще. Нет, это не поможет, потому что вообще мы выберем как раз не минимум, а он идет. И мы заметим, что за зарплату была очень близко к единице. Вероятность выбрать того, с которой есть большой зарплаты, очень маленькая. Окей, значит, ответ — добавить шум. Ну, то есть выдавать не точно ответ. Просто посчитать ответ точно сначала, а потом добавить к нему шум, по некоторому распределению. Ну, распределение в данной задаче — это распределение Лапласа. Можно проверить, что... Если возьмете распределение Лапласа и добавите... Да, с соответствующим параметром. Здесь нужно брать распределение Лапласа, с параметром единица делить на епсил, то у вас получится, что... Да. Да, конечно, я, естественно, сейчас это сделаю. Все-таки мы строим... Если мы хотим построить механизм, то какую роль играет функция R? А, или у нас просто есть функция, которая сама по себе не может являться механизмом из differential privacy, а мы хотим по ней построить... Да, совершенно верно. Что-то похожее, но уже... Да. Да. А степень похожести мы отдельно проконтролируем и про нее что-нибудь скажем. Да. Зачем нужна такая функция? Ну, то есть, где мы ее можем применить, если на самом деле она не дает результат, который даже близко к реальности? Потому что при близком к реальности мы автоматически можем почитать. Потому что да, потому что она с хорошей вероятностью умрет. Если она бьет с плохой... Не, стоп, стоп. Если она бьет с большой вероятностью, то это за josé к реальности не станет. Если она бьет с большой вероятностью, то нафига она вообще нужна? Секунду, я не понял вопрос. Стол, great. Если она бьет с маленькой вероятностью, тогда мы получаем почти точный результат. И каждый раз бы хорошо. Тогда мы можем почитать этот вход от почти любого человека с хорошей точностью. Ну, мы просто взять праздник. Если же эта функция бьет с большой вероятностью, то зачем она ленада? Ну, все все вопросы. На самом деле, если это нам нужно для статистики еще более высокого уровня, то есть, например, мы собираем по всем организациям, например, миллион организаций, такую статистику, в каждой из этих миллионов организаций довольно много народа, в итоге, и организаций довольно много, каждый раз врет, ну, условно говоря, на порядок одной зарплаты, тогда то, что мы в итоге усредняем, это как раз наше счастье. Ну, или, например, медицинская статистика, что для Америки особенно актуальна. То есть, если они обязаны публиковать медицинскую статистику, но они не могут публиковать честную медицинскую статистику. Да, совершенно верно. С каким-нибудь заболеванием взял один человек, его правильный строк. А если то, что там единицы, не означает ничего, то есть, может быть, ноль, может быть, два. То есть, понятно, в рамках одной, то есть, именно в рамках статистики более высокого уровня, да? Да, да. Ну, по крайней мере, то, что я не считала. Просто не наносишь понимание, но вообще большинство величинок, которые мы рады за счетами. Окей. Значит, да. Нужно вспомнить просто функцию распределения Лапласа для того, чтобы понять, что определение дебюджинской правити в данном случае удовлетворилось. Ну, функция распределения Лапласа такая. Значит, если у вас… Значит, распределение Лапласа создается двумя параметрами. Средним и вторым параметром. Значит, средний у нас в данном случае ноль. Распределение Лапласа с параметром лямбда имеет функцию распределения пропорциональную е в степени минус модуль x делить на лямбда. Ну, а здесь нормировочный параметр, который зависит от лямбда. Ну, то есть, если нарисовать график, выглядит как-то так. Это ноль. Две экспонента. Вот, после этого несложно проверяется, что определение в данном случае удовлетворится. Хотите, я могу написать, хотите, можете проверить сами в качестве упражнений. Верься. Хорошо. Можно к вопросу? Ладно, давайте я пресеку это обсуждение. Окей, пойдем дальше. Да, а теперь, значит, у нас... Да, обычная differential privacy вот в том виде, в котором она сейчас была определена, она довольно хорошо излучена. А, собственно, вещь, о которой я вам хочу сегодня рассказать в основном, это понятие differential privacy не в случае, когда у вас есть клиент и сервер. Это была постановка в случае клиента и сервера. Есть какой-то сервер, на нем хранится база данных, он клиенту отдает, клиентам отдает какие-то статистики, собирает с них данные. А в статье, о которой я хочу рассказать, значит, определяется понятие differential privacy в случае, когда у нас есть два сервера. Например, есть база данных в одной стране и база данных в другой стране. Они хотят что-то, понимаете, две базы данных узнать, при этом сохранив privacy. Значит, формальное определение такое. Значит, у нас есть, ну, как всегда, лиса и боб. В данном случае, значит, у каждого из них есть большая база данных. И они хотят посчитать какую-то функцию, регированную статистику от этих двух баз данных. Для этого они выполняют какой-то протокол, обмениваясь информацией. И после этого каждый из них должен уметь считать функцию. И задача протокола — сохранить differential privacy. Значит, формально это определяется так. Значит, view ap от x, y. Значит, x — это та база, которая есть у Алиса, а y — та база, которая есть у боба. Это распределение на... Сейчас, как по-русски говорят, вот что происходит в результате исполнения протокола? Вот транскрипт, как перевести? Что перевести? Транскрипт в данном случае. Транскрипт? Запись? Запись, наверное. Запись их протокола. Когда еще не идет в протоколах, это называют протокол. Да. В том-то и дело. Значит, давайте называть эту штуку записью. Кто-то сидит и записывает что-то, алиса и боб передали друг другу. Стенограмма. Да, что-то типа того. Значит, вид — это вероятность на распределение на записи протокола в публичных случайных числах, которые используются в этом протоколе, и случайных числах, которые использует Алиса, где вероятностное пространство — это случайные биты Алисы, Боба и публичные случайные биты. Ну, может быть, это немножко громоздкое определение. Значит, оно пытается просто сказать, что... Давайте перейдем уже к самому определению того, что такое differential privacy в случае двух партий. Значит, мы говорим, что протокол π для вычисления функций от x и y удовлетворяет epsilon differential privacy, если механизм view для Алисы является epsilon differential private для всех x и то же самое выполняется для Боба. Значит, это определение говорит, что какую бы базу данных не имела Алиса, в результате выполнения протокола с Бобом differential privacy ее база сохраняется. Механизм всегда парой задается. Сейчас не наоборот, ли? Еще раз. Механизм всегда задается парой. Это два механизма. Они оба должны быть differential private. То есть differential privacy Алисы должна сохраняться, и differential privacy Боба должна сохраняться. В смысле, они сами по себе никогда не ходят, да? В смысле? То есть мы не интересуемся... У нас не бывает задач, в которых есть только view А, например, да? Почему? Может быть. Ну, в данном случае мы вот... На самом деле у нас все будет очень симметрично, у них механизмы будут совершенно одинаковые, на самом деле, у Алисы и Боба. Они будут делать одно и то же, и гарантии мы будем доказывать только для одного, а про второго будет сразу же понятно, что... То есть у нас, да, будут просто симметричные механизмы, поэтому... окей, значит, да, простой вопрос. Пускай у нас есть две базы данных, в которых хранятся просто битовые строки длины n, и предположим, что мы играем за Боба, и Боб знает, что... Тут как раз нам уже понадобилось обобщенное определение, где S не число. Потому что S — это протокол, и здесь транскрипт протокол, правильно, конкретно? То есть это лоб того, что происходило. Нам важно, чтобы у нас для разных... Нет, нет. С — это конкретный результат выполнения... Результат может быть просто либо один, либо их может быть... Да, да, именно так. Да, значит, простой вопрос. Пускай наш протокол должен посчитать Hemming Distance между двумя базами. То есть у нас есть у Алисы какая-то бинарная строка, у Боба какая-то бинарная строка, и они хотят посчитать расстояние Hemming между их строками. И пусть Боб знает, что Алисин Х берется из равномерного распределения на всех строках длины N. Что значит Алисин Х? Алисина база. База — это строка длины N из ноликов единичек. Мы Боб. У нас есть какой-то Y. Мы знаем, что Алисин Х берется из равномерного распределения на всех строчках длины N. Вопрос, значит. Как может Боб посчитать расстояние Hemming с аддитивной ошибкой корень и зен вообще без всякой коммуникации с Алисой? Взять случайную строку из равномерного распределения и наращивать ответ. Еще проще. Да, это работает, можно еще проще. Надо взять фиксированный ответ. Это давай свой ответ. Надо взять какой-то фиксированный ответ. Сейчас. Свой ответ. Свой. А, нет, 0. 0 нельзя. Ну, но… Потому что у них может быть большое… Может быть маленькое. Скорее всего, маленькое. Потому что мы, скорее всего, оба в церкви. Нет, на самом деле, нужно… Итак, какой ответ? А, нет, он должен ответить функцию зависит от своей косы. Нет, ты считаешь расстояние расстояние. Стояние расстояние. Нет, расстояние среднего. Это простой вопрос. Первое наблюдение говорит нам, что от… Я могу взять полполовинку от среднего расстояния до нуля своей базы. Нет? Среднего расстояния до нуля? Какая база? У Бога совершенно неважно в данном случае, потому что распределение по расстоянию от его базы всегда одинаковое. Ну, существует ровно… Гриша, мы считаем, что 0 – это 0. Что? 0 – это победа. 0 – это победа. Потому что радиус… Вообще он будет функционально крутой. Ну, выдать 0 – это то же самое, что… Выдать со случайностью. Правда, 0 – это крылья. На самом деле, лучше выдать он пополам. Ну, с точки зрения, что этого курица… Сейчас. Правильно, это количество бит? А что такое он пополам? Да, 0 – это тоже можно сказать. Ну, короче, по-моему. Это же даже на своих… Ага. Но все-таки будет поменьше, видимо, в константу… Да, в константу раз. В константу раз, да, только будет меньше, если сказать он пополам. Ну, блин, иногда мы отняли… Сейчас. Окей. И как вы это докажете? Обычная вероятность того, что… Как? Ну, еще раз. Это понятно, что, в общем, можно говорить, что мы выберем то же самое, как выберем случайную строчку. В общем, выберем случайную строчку и то же самое, что вы сами выберем для себя. Нет. Понимаешь? Скорее… 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 Мы же точно так же распределяны, как… Вне зависимости. Фиг. Нет, у нас сейчас нет каких-то положений распределений своей базы. Нет, мы знаем, что… Ну, с нулем получится, да, получится. Я не знаю только про базу Алиса, а на боку. Я знаю просто, что у вас распределение. Окей. Ну, давайте, значит, я покажу, как делается СН пополам. С нулем, я думаю, тоже можно сделать точно так, чтобы более-менее. Но получится, по-моему, в константу раз различие. Ребята исходили из отсутствующей предпосылки. Они исходили из того, что у нас база тоже равномерно распределенная, а чего до этого нет? У нас какая-то конкретная база. Вот я говорю. И неважно, какая она совершенно, потому что… Ну, проксорьте все, что есть у Алиса со своим вектором. Совершенно неважно, распределение по расстоянию не зависит от того, какой у Боба Y. Так, вы в этом все убедились, что неважно, какой Y у Боба? По расстоянию все распределено совершенно одинаково. Хорошо. После этого мы считаем, что у Боба Y нулевой. Ну, собственно говоря, да, ответ сказательный пополам, потому что с потерей общности мы считаем, что Боба нулевой Y. Тогда правильный ответ Боба был бы вес Хемминга Алисиного Х. Алисиндекс распределен по биномиальному распределению с параметрами n на 1,2. А дальше нужно как-то строго обосновать, что биномиальное распределение с параметрами n на 1,2 хорошо сконцентрировано вокруг n пополам. Ну, тут как бы можете использовать свой любимый метод. Например, можно использовать неравенство Хевдинга, которое показывает, что с хорошей вероятностью отклонение от n пополам более чем на c корней из n происходит с очень маленькой вероятностью. Второй метод можете показать, что биномиальное распределение при большом n сходится к нормальному распределению. А для нормального распределения все такие величины, как типа ожидание отклонения от среднего, давно посчитано. Называются абсолютные центральные моменты. Можно взять посмотреть. Если вы еще не знаете, что такое неравенство Хевдинга, советую узнать. Их часто называют неравенство Чернова Хевдинга. Поэтому, если вы знаете, что такое неравенство Чернова, то вы, скорее всего, знаете, что неравенство Хевдинга – это для меня частный случай, но частный случай, который еще часто используется. Да, забавный фактор, который я недавно узнал, что Чернова на самом деле зовут Херман и он родился в Америке, а Хевдинга на самом деле зовут Василий и он родился в России. Окей. То есть вдвоем они дают русского, а вот по одиночке нет. Да, упражнения. Как добиться лучших гарантий, чем то, что здесь. Лучших гарантий можно добиться, если позволить Алисии и Боба общаться. Но мы хотим сохранить differential privacy при этом. Значит, вопрос. Как позволить Алисии и Боба общаться при вычислении having distance, не нарушая differential privacy? Чисто от полды, например. Каждый может сообщить другому что-нибудь о распределении значений в своей козе. Ну, я говорю, что это, потому что надо придумать, чтобы это не нарушало правильность. Ну, там, например, если каждый скажет другому, на какое распределение заданного набора больше похоже, это уже будет кое-что. Ну, окей. Значит, здесь можно применить такую довольно стандартную технику, которая называется рандомизированный ответ. Что делает Боба, что делает Алиса? Они берут свой вектор и про каждый бит этого вектора... Ну, каждый бит этого вектора пытаются передать второму участнику. Но при этом они не могут честно сообщить бит. Поэтому они сообщают правильный бит с некоторой вероятностью. С вероятностью, ну, с вероятностью p. С вероятностью 1-p они сообщают, понятно, флипнутый бит. Упражнение состоит в том, чтобы подобрать, с какой вероятностью нужно каждый бит флипать. Для того, чтобы гарантии дифференциальной правильности сохранились и посмотреть на то, какая будет ошибка при этом. Но такие по карману они передают друг другу полную свою базу. Значит, да, почему это вставлено в качестве упражнения? Потому что в статье, в которой делался доклад, сказано, что если использовать рандомизированный ответ, то получается ошибка корень n делить на epsilon. Сейчас запишу. Ну, довольно загадочно, потому что когда epsilon стремится к нулю, получается какая-то очень большая ошибка. При том, что мы только что научились сделать ошибку корень n вообще без всякой коммуникации и как бы differential privacy не нарушены вообще ни на сколько. А если мы не умеем устремлять нулю при константном майке? Потому что мы берем какой-то эпсалон, фиксируем его, может быть маленький, и смотрим чугол, но происходит приборщика. То есть мы смотрим повторный предел только в одном порядке, в другом не нельзя. Честно говоря, я не знаю, чем-то объясняется. Но мне кажется, что вполне разумно рассмотреть… И что при фиксированном n не очень разумно рассматривать произвольные… Хорошо, значит, я могу сказать, что я думаю по этому поводу. Я думаю по этому поводу следующее, что если я делаю, даваясь респонс, рингминезинный ответ с вероятностью, которую я подбираю, которая удовлетворяет пределение differential privacy, то у меня получается гораздо более разумная гарантия, на мой взгляд. Куринезинный делитель на e в степени епсилон. Что при епсилон, стремящемся к нулю, дает нам то, что хочется. А когда епсилон растет, ну, как раз мы наблюдаем, что ошибка уменьшается. Да. Ну, почему мы берем у нее равноверность зрения? Мы про нее ничего не знаем. Если мы про нее что-то знали, была бы совсем другая история. А так, что мы можем про нее предполагать? Только то, что у нее равномерное распределение на всех базах. Но мы ничего не знаем. Авторы говорят, что если, значит, применить randomize response, получается такая ошибка. Прямо к этой задаче? Да. Когда равномерное распределение? Да. Или все-таки и без равномерного? С равномерным распределением. Почему? Можно ли у меня вопрос? Да. Достоверность оценивается в каждой задаче вообще по словам, просто если просто посмотреть на определение, это генеральный случайный чисел, а другой задача – это победа. Вот это был вопрос. Не, ну, в смысле… Вот ничего, достоверность оригинального определения не требует. Да, это правда. Это правда. Но после этого… Да, как бы тут… Вот поэтому всякие оценки нужны на достоверность. От каждой задачи требуют совершенно свои. Да, совершенно верно. В каждом механизме нужно объяснять, что он дает хорошие гарантии. Ну, то есть, помимо differential privacy, нам механизм нужно, чтобы был еще и как-то практически применим. Да. Ну, в результате представляют только те, которые при этом не теряют полезность. Да. Потому что похож на себя. Совершенно верно. Это, да, важный момент. Спасибо, что заметил. Окей. Самый приватный, самый бесплатный. А теперь, значит, совсем о другом. Теперь мы будем говорить про непредсказуемые источники битов. Пускай у нас есть некоторая последовательность битов, например, случайная переменная x, последовательность равных величин, которая принимает значения в строках длинные. Мы говорим, что это альфа непредсказуемая последовательность битов, если выполняется следующее неравенство. Неравенство говорит, что вероятности получить нолик и получить единичку при условии того, что мы знаем все предыдущие биты, их отношение ограничено сверху и снизу следующим образом. Что это значит? Значит, альфа такой параметр между нулем и единицей. Если альфа равна единице, здесь говорится, что последовательность полностью непредсказуема. То есть у нее каждый следующий бит выпадает либо ноль к единичке, или вероятность одна вторая. А если альфа меньше единицы, то мы получаем последовательность, у которой про следующий бит мы знаем только, что вероятность ноль к единичке находится в каком-то промежутке. Окей, тут все понятно, да? А это отношение вероятности? Да, я понимаю. Это невероятность. Итак, значит, свойства такого источника битов то, что все строки имеют вероятность на массу хотя бы 1 делить на 1 плюс альфа в степени n. Если альфа единица, они все имеют на массу 1 делить на 2 в степени n. Если альфа меньше, то... Да. Значит, гарантия меньше. Это легко проверяется по индукции, можете проверить. Окей. Значит, да. Второй способ говорить о том же самом свойстве – это говорить про такое понятие, как мин-энтропия. И нанотропия – это логарифм обратной вероятности строки, которая имеет минимальную вероятностную массу. То есть, минимум по всем строкам логарифма – единственная вероятность. Здесь говорится, что, значит, минимум хотя бы бета n, где бета логарифм 1 плюс альфа, но это напрямую надо подставить просто 1 делить на 1 плюс альфа в n и минимум. Все получится. Ну, логарифм – это больше либо равен альфа. Так. Да, значит, эти альфа-непредсказуемые последовательности битвов были определены в работе Санта и Вазирани. Это произошло в 86-м году. Были в те времена довольно хорошо изучены уже. Они были предложены как модель источников случайных битвов, которые мы имеем в реальной жизни. есть там источники случайных битвов, основанные на радиоактивном распаде, и про них можно пытаться говорить в таких терминах. Потому что… Ну, ладно, еще не будем вдаваться здесь в подробности. Я не переключаю со слайда. О! Чему он? В ту сторону. Проверь. Окей. Значит… Да, нам потребуется немножко модифицированное определение. Не то, которое было в работе Санта и Вазирани. В работе Санта и Вазирани рассматриваются реальные источники случайных битвов. То есть там как бы имело смысл говорить, что вероятность при условии того, что мы знаем все предыдущие биты. А здесь вероятность берется еще при условии, что мы знаем все последующие биты. Что в реальном источнике случайных битвов не очень существимо. Но у нас будет как раз такое определение. Окей, ну понятно, да, в чем разница. И мы говорим, да, что это сильно альфа непредсказуемый источник. То есть даже если мы возьмем при условии еще и по всем последующим, все равно… Даже если мы знаем все последующие биты, нам это не поможет угадать… Теперь, значит, мы установим связь между этими двумя понятиями. Связь такая, что если, значит, у нас есть протокол, который сохраняет epsilon differential privacy для двух баз данных x и y. x и y независимо равномерно распределены на строках и длинны n. И t – это запись протокола на входе x и y. Тогда для… Для любой записи… Ну, то есть какой бы протокол не исполняли Алиса и Боб, если он сохраняет epsilon differential privacy, то входы Алисы и Боба остаются независимыми, сильно, я в степени epsilon непредсказуемыми, источниками случайных битов. Окей, понятно, что Лемон пытается сказать? Лемон пытается сказать, что какой бы… Значит, у Алисы есть x, у Боба есть y. Если они изначально берутся из равномерного распределения, то какой бы протокол, сохраняющий epsilon differential privacy не выполняли, их строчки остаются независимыми источниками случайных битов с параметром непредсказуемости e в степени epsilon. Сейчас, а что подразумевается под записью x, ну, как послужение на конкретную запись? Вот, в книжной показации. x при условии… Да, при условии что? Да, при условии что? Да, при условии что? Окей. Доказательства. Значит, независимость оказывается тривиальна, потому что, значит, вообще какой бы протокол Алиса и Боб не исполняли, их входы остаются независимыми. Почему? Потому что это доказывается по индукции следующим образом. Грубо говоря, ну, вы можете просто формулу Байса написать, а качественно пояснять следующим образом. Алиса генерирует что-то на основании своего входа, передает Бобу. Таким образом, никакой зависимости между входами Алисы и Боба не появляется. В одном раунде протокола и по индукции не появляется в n-раундах. Значит, самое интересное, это то, что они действительно будут сильно непредсказуемы. Можно вопрос? Сейчас еще раз. То есть, мы независимы, потому что у нас каждая запись в транскрипте, она на самом деле не учитывает ответственность транспорта. То есть, каждая запись в транскрипте, она только носит на свои. В этом плане нет. Нет, она может учитывать и подшествующие шаги. Окей, да, я плохо сказал. Наверное, да, наверное, то утверждение, которое я сказал, не совсем хорошее. Да, наверное, надо... Да, совершенно верно, верно. Все-таки, чтобы точно показать, надо формулу Bayes написать. Значит, сильная е в степени епсилон непредсказуемость. Она оказывается следующим образом. Значит, мы хотим показать, что отношение вероятностей при условии транскрипта, оно ограничено. Как мы это делаем? Значит, в первом переходе мы применяем формулу Bayes. Но в немножко неожиданном виде... Формула Bayes обычно выглядит как... В формуле Bayes обычно есть два события, а здесь в формуле Bayes 3 события. Значит, здесь формулу Bayes нужно писать так. Да, значит, единственная тонкость, которая есть в первом переходе... Это не совсем формула Bayes, это формула Bayes в таком виде. То есть справа у нас будет не одно событие, а два события. Где b – это вот эти все иксы, а c – это транскрипт. Такая формула работает, если a и b независимы. В данном случае они действительно независимы, потому что мы сказали, что иксы у нас независимы. Таким образом, xi не зависят от всех остальных иксов. Вот, в таком случае можно использовать формулу Bayes в таком виде, и у вас получится вторая строчка. Ну, когда вы сократите, вы скажете, что вероятности... Вы скажете, что вероятности, что транскрипт равен t сокращаются, потому что это одно и то же. И вы скажете, что вероятности того, что икситы равно нулю и икситы равно единичке, одинаковые, потому что они берутся из равномерного распределения, поэтому они обе одна вторая. Это у вас тоже сократится. В итоге останется вероятность транскрипта при условии этих всех иксов. В числителе и в знаменателе транскрипт при условии всех остальных иксов. Окей? Это понятно, как переход делается? Хорошо. Ну, а второе равенство, это надо просто заметить, что... В общем, это одно и то же, потому что такая вероятность, что транскрипт равен чему-то при условии того, что иксы такие. Ну, это просто вероятность того, что транскрипт на таких-то иксах у равен t. Ну, а в таком виде уже все готово для того, чтобы применить просто определение Epsilon differential privacy и уже последние отношения. Это как раз в точности то, что в определении Epsilon differential privacy фигурирует. Вероятность того, что транскрипт на двух базах... Что вероятность получить t на последних базах ограничена Epsilon и Epsilon. Да, значит, теперь... Что произошло? Значит, мы... Дальше будем изучать задачу Heiming Distance. А именно, мы сделали протокол. Простойка протокол без коммуникации, который выдает ошибку корень из n. Можно сделать корень из n делить на E в степени Epsilon, как я утверждаю. Они утверждают, что корень n делить на Epsilon. Ну, в общем, какой-то протокол у нас есть с ошибкой корень из n в зависимости от n, а от Epsilon, ну, непонятно. Простойка протокол для этого непонятной пока задачи. Ну, то есть, мы имеем в виду, когда там на нормальной экспедиции есть равномерно. Или общей задачей тоже... Я не понимаю вот этот вопрос, то есть... Что мы считаем, короче? Еще раз. Алиса и Боб пытаются посчитать Heiming Distance. И все. Значит, у нас есть сейчас оценка сверху. У нас есть протокол, который выдает ошибку корень из n с какой-то зависимостью от Epsilon. Сейчас мы будем пытаться показать, что этот протокол почти оптимальный. То есть, что никакой протокол, который сохраняет гарантии differential privacy, не может получить ошибку меньше. У нас получится чуть-чуть слабее, но почти такая оценка будет снизу. Допустим, если на самом деле базы данных очень сильно отличаются, тогда вот тот алгоритм, он ошибется уже на порядке. Окей, значит, мы будем нижнюю оценку доказывать в том же самом предположении. Это такое предположение, которое мы все время делаем. Окей? Насколько оно естественно, можно спорить, но предположение будет всегда так. Да, для этого, значит, нам придется погрузиться в такую область, которая называется детерминированной экстракцией из полуслучайных источников. То есть, чем люди занимались в 80-х годах? В 80-е годы, значит, Санте и Вазиране предложили определение этих полуслучайных источников, и появился вопрос. Значит, пускай наши реальные источники случайных битов выдают только то, что удовлетворяет определению Санте и Вазиране. Каким образом нам получить настоящие случайные биты из таких источников? У нас есть только их гарантия, как попытаться получить настоящие случайные биты. То есть те, которые с вероятностью 1,2,0, с вероятностью 1,2,1. Было довольно много результатов в этой области получено. Например… Окей, хорошо. Примеры будут дальше. А сейчас, значит, перед тем, как перейти к экстракторам, мы рассмотрим некоторые примеры вообще, что такое вероятность, что такое экстрактор, что такое случайность и что такое экстрактор. Значит, первые примеры показывают нам, что такое вообще случайность, и второй пример показывают нам, что такое экстрактор. Окей, надеюсь… Он что-то такое достает. Это правый, а самый правый. А, самый левый? А это такие штуки, ими можно что-то выковырять откуда. Нет, это со временем черный кусочек. Там какие-то штуки такие у них, наконечники хитрые, ими можно что-то откуда-то достать. Коротный кусочек от этих коробок. А, прям вот… Это конкретный экстрактор у тебя. А вот… Экстракторы справа там были. Он такой вопрос, он в общем ходит. Спасибо. А что-то вы пишите, что они за большинство соревноваций? Что-нибудь про эти источники… Вы теряете интересно? То есть… Еще раз. Сейчас будут все результаты проникнуть. Нет. Вы знаете, его интересы, но просто существует… Ну, то есть, по действительно случайному распределению, вот во сколько раз это можно увеличить, чтобы сохранилось… Чего? Случайность в таком плане. Значит, постановка следующая такая. У нас есть источник, описанный в Сантервизиране. Один или несколько? Нет. Постановка такая. Значит, нам… По существованию. Окей. Мы хотим получить, ну, гораздо большую последовательность, как все посещаемые генераторы. Так. В данном случае не все посещаются непредсказуемыми. В смысле, в обратную сторону? По нормальной случайной последовательности получить последовательность в Сантервизиране? Или… Я не знаю. Ответ. Значит… Потому что никого это как-то особо не интересовало. Когда у тебя есть настоящая случайная последовательность, никому не интересно ее портить. Обычно людям интересно другое, когда если у тебя есть плохая последовательность, тебе хочется получить настоящую случайную последовательность. Окей. Значит, да, постановка при этом здесь такая. Значит, экстрактор – это какой-то детерминированный алгоритм. И этот алгоритм должен работать для всех последовательности. Если он на какой-то не выдает достаточно случайный бит, то плохо. Что было доказано в 80-е? В 80-е было доказано, что, например, если взять два независимых случайных источника и взять их скалярное произведение по модулю 2, то у вас получится случайный бит… Хорошо, близкий к случайному, если вы возьмете достаточно длинную, два достаточно длинных источника. Ну, означает, что вероятность достаточно быстро… Я не помню, как стремиться к одной второй с ростом n. Случайной длины двух источников. Если два источника, чем они длиннее, тем лучше у вас случайный бит. Ну, да, да, да. Вы… Окей. Значит, для одного источника, что характерно, это невозможно. Это несложно доказать. Доказывается примерно так. Значит, вы берете… Предполагаете, что кто-то построил детерминированный алгоритм, который умеет доставать случайный бит. И строите по описанию этого алгоритма… Алгоритм – это просто какая-то булевая функция. Берет строчку длинной n, выдает случайный бит. Просто по таблице этой булевой функции можете легко построить распределение… Ну, полу случайный источник, на котором ваш бит будет не более чем альфа непредсказуем. То есть из одного источника на самом деле ничего не получить. Проще всего проиллюстрировать примерно следующим примером. Пусть вы решили, допустим, в качестве экстрактора взять XOR. Да, всех битов последовательности. Вы про нее знаете только то, что она альфа непредсказуемая. Тогда что делает ваш противник? Значит, он выдает вам честно подрастную монетку первые n-1 бит. После этого он может при условии вашего… Основываясь на вашем префиксе длины n-1, выбирать вероятность. Он смотрит, если вашего префикса XOR 0, он выдает вам 0. А если у префикса XOR 1, он выдает вам 1 с достаточно большой вероятностью. И таким образом ваш XOR смещен в сторону 0. Понятно, да? Против любой функции там лица просто можете взять и построить. Нехитрое упражнение. Обобщение. Да, значит, на самом деле это не все, к сожалению, я почему-то не все результаты про источники привел. Есть еще другие результаты. То есть, например, есть результаты, что из двух источников можно… Из двух независимых источников можно извлечь квазислучайную последовательность длины n делить на константу, где квазислучайная означает, что статистическое расстояние меньше либо равно, чем 1 делить на полином. Статистическое расстояние до равномерного распиления на всех строчках длины n. От n. То есть, есть на самом деле, видимо, более сильные результаты, чем 1 бит извлечь. Ну, они довольно сложные. А, да, я употребил слово «статистическое расстояние», еще его не определив. Но статистическое расстояние – это просто L1 норма разности вероятностных распределений, разделенное на 2. И, да, еще полезно, мы будем говорить, что две величины дельта близки, если статистическое расстояние между их распределением мельче либо равно дельта. Да, с этим статистическим расстоянием есть проблема, что, значит, в разных областях его по-разному называют. Прям в теории вероятности это называют total variation. В computer science это называют statistical distance. А по-русски я вообще не знаю, как это называется. Так, да, значит, собственно говоря, что сделали, что нового сделали в плане экстракторов товарищи в этой работе. Они показали, что скалярное произведение по модулю m двух источников длины n, где m примерно корень из n. Распределено, распределение близко к равномерному, то есть статистическое расстояние маленькое. Таким образом, ну да, сейчас будет теорема, которая будет это гарантировать. Значит, теорема говорит, довольно страшно, но тем не менее, сейчас мы разберемся. Теорема говорит, что существует такая константа c, что если x это альфа непредсказуемая последовательность, y это источник с минэнтропией хотя бы btn, а мы знаем, что альфа непредсказуемый источник имеет энтропию хотя бы btn, поэтому тут ослаблена немножко формулировка, но можно считать, что это просто два источника альфа непредсказуемых. x и y независимы, тогда говорится, что случайная величина z равная скалярному произведению x и y по модулю m подойдет следующим свойствам, что значит случайная величина пара из y и z дельта близка к паре y и равномерные распределения, где равномерное распределение на z dm. При этом страшная формула, она говорит, что нужно выбрать... Да, в этой страшной формуле можно считать c, альфа, бета и дельта все константами, тогда получится, что n должно быть больше либо равно m квадрат алгариф в квадрате, то есть на самом деле m будет что-то типа корень из n делительный логарифм n. То есть на самом деле m будет несколько меньше, чем корень из n. Будет корень из n делительный логарифм n. И это перенесется в нижнюю оценку. В нижней оценке будет показательство про ошибку не корень из n, как хотелось, а корень из n делительный логарифм n. И это открытый вопрос, можно ли эту нижнюю оценку улучшить. Окей, значит... Так, если есть какие-то вопросы по формулировке теоремы, задавайте. Значит... На что здесь нужно обратить внимание? Потому что, значит, x и y независимы. На то, что такое u, это равномерное распределение на zM. И на то, что случайная величина, это не просто... Что мы рассматриваем статическое расстояние не просто между z и u, а между парой yz и yu. Это нужно для того, чтобы говорить, что даже если Боб знает свой y, все равно остаток скалярного произведения по модулю m его вектора y и вектора Алисы случайно распределен по модулю m. То есть, на самом деле, в этот момент уже должно быть понятно, к чему идет речь. Давайте этого добьемся. Значит, должно быть понятно, к чему такая теорема. Такая теорема нужна для следующего. Пускай есть Боб, у которого есть y. И пускай Боб, какой бы он протокол, сохраняющий differential privacy с Алисой, не производил, знает, что все равно скалярное произведение его вектора и вектора Алисы по модулю m распределено равномерно. А m это как раз в корень из n, деленный на логариф. Значит, Боб не может предсказать скалярное произведение с точностью лучше, чем m. Потому что если бы он мог, то как бы могло быть равномерное распределение скалярного произведения. Так, вот это рассуждение более-менее понятно. Хочется, чтобы это как-то было ясно. Потому что про это будет теорема где-то в конце, и я ее даже доказывать не буду, потому что там есть какая-то возня, но это в целом должно быть более-менее очевидно. Если я не знаю про ваш вектор его ААА, и я ничего не могу сказать про остаток по модулю m моего вектора с вашим вектором, скалярного произведения по модулю m, то я и не могу выдать расстояние между нашими базами с точностью лучше, чем корень из n. Корень из n. Так, значит, эта теорема составляет основную техническую часть того, что проделано в этой статье. Значит, поэтому полностью доказывать эту теорему я не буду, но основные идеи мы рассмотрим. Значит, мы пытаемся показать оценку на статическое расстояние между двумя случайными величинами. Нам в этом поможет следующая лемма. В лемме предлагается сделать преобразование Фурье. То есть мы возьмем две об случайной величины, сделаем над ними преобразование Фурье дискретное. И в таком случае у нас сохранится L2 норма. Но наше статистическое расстояние – это L1 норма. Поэтому нам нужно сначала ограничить L1 норму сверху L2 нормой. Делается стандартным образом. L1 норма ограничена сверху L2 нормой. Следующим образом, если это не кажется стандартным фактом, это можно проверить при помощи неравенства Каши Буняковского, например. Значит, после того, как мы ограничили L1 норму статистическое расстояние L2 нормой, мы можем сделать преобразование Фурье, которое сохраняет L2 норму. Этот факт называется теоремой Парсивали. После того, как мы сделали преобразование Фурье, чем оно нам поможет? Оно нам поможет в следующем, что коэффициенты Фурье равномерного распределения уйдут, потому что коэффициенты Фурье равномерного распределения все кроме нулевого коэффициента нули. Это можно заметить следующим образом. Если вы знаете, что сумма степеней комплексных корней из единицы равна нулю, то, применив знание, вы получите то, что коэффициенты Фурье в нормальном распределении нули. Все кроме нулевого. А нулевые коэффициенты Фурье у любого распределения одинаковы и равны единице. Тоже несложно проверяется. Таким образом, из всей этой суммы у нас все коэффициенты, связанные с равномерным распределением, умрут. И два нулевых коэффициента тоже умрут, потому что они одинаковы для вероятности распределения с нормой 1. Таким образом, у нас получится следующий результат, что статистическое расстояние ограничено сверху таким выражением. где сумма берется по всем комплексным корням из единиц... Да, по всем комплексным корням из единицы степени m, отличным от самой единицы. Омеги не равна единице. Да, дальше... Да, дальше нас ждет вообще проблема, что мы могли бы попробовать воспользоваться предыдущей лемой для того, чтобы ограничить статистическое расстояние между нашими распределениями. Но может так случиться, что для каких-то у, для каких-то векторов Боба на самом деле расстояние довольно большое. Но это происходит для небольшого количества у, поэтому в целом статистическое расстояние маленькое. Однако, поскольку статистическое расстояние на самом деле маленькое, то таких у мало, для которых статистическое расстояние большое. И мы можем количество таких у в свою очередь ограничить. Ограничить количество таких у нам поможет следующая лема. Да, лема доказываться не будет, потому что ее доказательство довольно громоздкое. Да, значит, все доказательства, которые сегодня пропущены, я надеюсь восполнить на семинаре в ПАМИ в пятницу. Если вы хотите узнать доказательства полностью, то приходите туда. Там будет с подробностью, я надеюсь. Потому что вот с этими доказательствами есть некоторая проблема, потому что полная версия статьи до сих пор не вышла, и в конференционной версии статьи там какие-то есть странности с доказательством, но вроде бы в последней версии статьи, которую мне вчера прислал Илья Миронов, там вроде бы уже никаких проблем нет, и можно доказательства смотреть. Да. Так, нам по времени вообще пора закругляться. Окей, ну давайте тогда закруглимся. На самом деле... Да, окей, теорему мы не доказываем. Тут на самом деле никаких глубоких идей уже после того, как доказана вот та теорема, доказательства, которую я пропустил, не происходит. Здесь просто... Значит, да, происходит в общем и целом следующее, что для тех игреков, у которых статистическое расстояние маленькое, мы можем воспользоваться леммой про коэффициенты Фурье. Там коэффициенты Фурье маленькие и все хорошо. А количество игреков, которые... у которых коэффициенты Фурье большие, мы отдельные леммы ограничиваем и получаем на них оценку, и говорим просто, что их мало. Да, и напоследок теорема, которую мы докажем, и которая говорит о том, что такая техника, основанная на связи между differential privacy и независимыми источниками, непредсказуемыми источниками случайных битов... А, ну да, значит, собственно говоря, наверное, еще надо остановиться все-таки на теореме с нижней оценкой. Да, вот здесь она сформулированная. она говорит, что... после исполнения differential private протокола невозможно предсказать Hevin discontence с ошибкой меньше, чем дельта, где дельта — это корень независимый делительный логарифмен, а зависимость от ε — единственная делительная е в степени ε. И здесь как раз мы видим, что в знаменателе стоит е в степени ε, чего бы вроде как и хотелось в качестве зависимости от ε. И мне кажется, что оно так и есть. И меня очень удивляет, что у них написано корень независимый делительный ε. И Леон Миронову это тоже очень удивляло, он меня об этом спросил. Я теперь считаю, что я знаю, какой ответ на этот вопрос. Посмотрим. Я пытаюсь написать Леон Миронову, выясним, что он думает на эту тему. Если у вас есть какие-то соображения, я буду очень рад это с кем-нибудь обсудить. Да, с точки зрения гарантии на n здесь есть еще некоторый зазор. А вот зазор в логарифме. Логарифм выглядит здесь довольно неестественно, хочется его убрать. Вот логарифм я пытался убрать, у меня не получилось. Это кажется довольно сложно. Да, ну тут еще небольшая ремарка, что мы говорим про скалярное произведение, хотя нас интересует расстояние Хемминга, но это одно и то же на самом деле. Говорить следующая формула. То есть, если мы хотим почитать расстояние Хемминга, наши участники могут послать друг другу при помощи differential private протокола расстояние Хемминга. Вес Хемминга своей базой, и тогда можно вычислить через… и если мы не умеем читать скалярное произведение, вычислить само расстояние Хемминга. Так, да, ну и напоследок, значит, теорема, которая нам скажет о том, что такая техника, основанная на экстракторах, не может принципиально дать нижнюю оценку лучше, чем корень из n. Ну, для этого нам потребуется определение того, что такое чувствительность функции. Чувствительность функции – это максимум того, насколько отличается значение функции на двух соседних входах. да, и теорема говорит, что, значит, если наша функция f, которую мы хотим посчитать на двух базах данных, является функцией численности 1, то… да, значит, важное условие этой теоремы, что мы предполагаем, что x и y независимы. И мы также предполагаем, что x и y равномерно распределены. Вот в такой ситуации… В такой ситуации, грубо говоря, вот то, что здесь написано, говорит, что Боб может придумать такую функцию g от y, что с большой вероятностью выдавая ответ в соответствии с функцией g от y, его ошибка будет не больше, чем t. Ну, это такой стандартный такой концентрационный результат в стиле, опять-таки, оценок Чернова. То есть, еще раз, если вы это посмотрите, g от y это такая функция, которая дает Бобу стратегию, как ему вычислять результат. И говорится, что с хорошей вероятностью ошибка, если он будет вычислять по этой стратегии, будет небольшая. При условии, что x и y берутся из двух независимых равномерных распределений. Эта теорема звучит, может быть, немножко угрожающе, но мы, на самом деле, в частном случае этой теореме уже доказали, когда для функции чувствительности 1, а именно having distance, мы сказали, что для Боба это функция g от y, это n пополам. проще всего этот результат понимать про функцию having distance. Функция чувствительности 1, мы сказали, что если x и y берутся из независимых распределений, то с хорошей вероятностью можно с ошибкой корень из n посчитать. Ну и здесь более общий результат, просто функция g от y работает для какой-то произвольной функции f с чувствительностью 1. Да, доказательство использует довольно стандартный концентрационный факт про функцию чувствительности 1, который является как раз обобщением оценок Чернова на все функции чувствительности 1. вот что факт приведен формуле его можно применить получить то, что хочется. То есть ничего особенного здесь не произошло, здесь просто вот использована обобщенная оценка Чернова для всех функций численности 1. окей ну и напоследок список литературы список литературы это статья да я забыл сказать статья статья написана шестью авторами эндрю макгрегором из университета университета сачусетс амхерст если я не ошибаюсь или миронов microsoft тресечка не напитаясь университета торонто амир рейнгольд microsoft тресечка на литальвар microsoft тресечка салила водан гарвард да по ссылке можно посмотреть версию статьи которая опубликована в proceedings а полной версии пока нет ну официально она не распространяется но они не очень жадные можно писать илье миронову и попросить если очень то он даст если очень интересно с этой статьей была еще такая проблема что там есть еще вторая часть во второй части о ней не рассказываю но там установлена связь между tupati differential privacy и коммуникационной сложностью вот и там в одном из предположений был баг вот и это выяснилось уже после того как статью приняли так что довольно неприятные ситуации поэтому они насколько я знаю этот баг уже заделали вот но тем не менее что-то еще они там дописывают да ну собственно говоря есть тут пара статей приведена на самом деле в 80-е было куча результатов про эти последовательности непредсказуемых битов много чего про них известно интересного да если вы хотите вспомнить как делаются преобразования фриена в улевых функциях и вообще много интересного узнать про анализ улевых функций можно посмотреть легче ноутс Райана Адонелла из Карнеги Меллана и последняя значит книжка которую я в принципе очень рекомендую это книга про концентрационные результаты в анализе вероятностных алгоритмов то есть оценки Чернова во всех их проявлениях то есть например вы наверняка знаете что оценки Чернова можно использовать когда переменные независимы а еще можно их использовать например когда они зависимы но их зависимость в вашу пользу то есть они отрицательно коррелированы что называется кажется что вроде нельзя но очень хочется иногда можно и вообще очень много в этой книге она довольно свежая и там довольно много интересных концентрационных результатов а концентрационные результаты по моему сейчас из них чуть ли ни одна статья не обходится в каждой в каждой второй статье есть оценки Чернова по моему я их вижу постоянно в общем об этом полезно окей да спасибо вам большое что вы не пожалеете в свое время и зачем-то пришли в субботу в компьютер сайс клуб